Привет друзья! Аркварден готов и сегодня он присоединится к сражению в Dota 1x6. В этом видео пройдусь по всем увластным талантам и расскажу как я вижу примерную игру на его билдах. Для тех кто не знает о чем вообще речь, Dota 1x6 это моя кастомная игра, которую можно описать очень просто. Соло дота с талантами. Шесть человек дерутся по системе батл рояля, каждый сам из себя. У каждого героя куча новых фишек и проработанных талантов. Ссылку на обучающее видео оставлю в описании. Герои сюда добавляются из Dota довольно часто, примерно раз в месяц. Ну и в таких видео я собственно показываю что новые герои себя представляют. Когда досмотрите это видео обязательно переходите в мой telegram, там будет розыгрыш бесплатных подписок на Dota 1x6+. Надо будет просто под постом отметиться, ссылка будет в описании. Ну а сейчас давайте к Арквардену. Для начала будет большая часть с отличиями героя от Dota, их на этот раз супер много. Аркварден крайне спорный герой для формата 1x6. Наличие второго героя своими предметами и скиллами подразумевают, что скорее всего против фаз будет играть командой. Здесь же команды нет, и поэтому Арквардена ждут пары серьезных отличий от оригинальной доты не в лучшую сторону. Ах да, и еще. Фишка с тем, что у Арка разные скиллы в зависимости от стороны за которую он играет не будет перенесена в 1x6. Мне она просто банально не нравится и у Ирин в доте тоже скоро уберут. В 1x6 у героя всегда будут светлые обычные скиллы, а у копии темные модифицированные. Ну давайте к изменениям. Для начала пара позитивных моментов. Во-первых, базовая МС варка будет на 20 больше, то есть 305, а не 285. Так будет просто приятнее играть, особой нужды передвигаться как черепаха в 1x6 нет. Также его скиллы будут нормально работать на крипов. А именно, Спарк дамажит по области, нанося половину своего урона всем противникам, а урон флюкса не блокируется на крипах. В общем, есть чем пофармить. Также КД ульты будет немного ниже. Оно будет начинаться после того, как клон умрет. И на первом уровне время без копии будет по факту ниже, чем в доте. Особенно если ее быстро убьют. Ну, с хорошим вроде все. Теперь к плохому. Урон от темного поля, который магический сатак, для иллюзий будет в 4 раза меньше. То есть не возьмем из магического дэмэджа сатак, а только 20. Для тех, кто не знает, в доте поле дают урон иллюзиям, и поэтому сейчас процветает билд через манту, ведь иллюзии дамажат больше, чем сами герои. В 1x6 это просто лишнее, и способов вносить урон будет и так много. Затем Спарки. Они будут стоять не 45 секунд, а только 15. При этом если вы ставите их рядом с башней, или своей, или вражеской, неважно, длительность будет только 5 секунд. Устраивать ловушку под фонтаном, к счастью, не получится. Ну и самое важное, ультимейт. Во-первых, копия не будет работать на расстоянии больше 2000 от вас. Она не будет атаковать, юзать скиллы или предметы. Только использовать телепорт, ну или вторые травола. Я против безопасной игры с фонтана. Герои должны рисковать собой, чтобы фармить, передраться и получать с этого что-то. В доте, конечно, понятно, арк довольно слабый герой сам по себе, поэтому он сам не может никуда ходить. Но в 1x6 у вас будет куча талантов, и вы сможете драться наравне с другими героями. Геймплей, в котором вы просто постоянно деретесь против бессмертной иллюзии, мне, честно говоря, не очень нравится. Плюс в 1x6 нет лайнов, поэтому в целом иллюзии летать некуда. Так что не думаю, что геймплей самого арка пострадает от этого. Во-вторых, урон атак иллюзии будет всегда снижен на 50, 40 или 30%, в зависимости от уровня. Это просто балансное решение, у арка ненормально много урона с предметами, а в 1x6 получить айтемы супер просто. Без этого ограничения таланты героя по факту просто были бы не нужны, вы просто бы за хекс всех убивали. Ну и в-третьих, хекс имеет общий акадет для ультимейта и для героя. Иметь 6 секунд контроля на героя с двойным уроном и двойными предметами, думаю, лишнее. Мидасы и другие айтемы нажимать можно спокойно, но хекс нет. У противника должна быть возможность играть против вас, а не стоять АФК в зверюшке. Ну вот вроде и все. Арку придется использовать свой ультимейт как помощь в драке, а не как способ ставить АФК на базе. Безопасно. Ну и шар с Акадимом будут немного другие. Их цель осталась такая же, как и в доте, то есть больше спарков и сильнее поля. Просто механика более подходящая для разнообразных билдов. Вот собственно и они. Ну теперь можно и к талантам. Первая способность – Флюкс. Это на самом деле единственный простой билд у героя. Если вам в целом не очень нравится нажимать кучу кнопок, а на арке поиграть хочется, Флюкс – это скилл для вас. Это полумагический билд, основанный на выживаемости и контактной драке. Легендарный талант очень простой. Когда вы нажимаете Флюкс, вокруг вас рисуется красивый круг. Вот такой. Противники в этом круге получают эффект Флюкса с перезарядкой 2,5 секунды. Круг также вас процентно хилит. У ульты точно такой же эффект, только поле будет накладывать темный Флюкс. В сумме получается максимум 4 Флюкса с одного круга, а с ультой 8. Все, что вам нужно – это быть рядом. Урона с самого легендарного таланта выходит супер много, но он никак не скелится в лейт. Поэтому этот билд – это возможность для арка поиграть в верли-гейме, где он особенно слабый. К лейту стратегия работает плохо, ведь урон ограничен и контрится диспелами, да и банально иллюзиями или самонами. Поэтому на помощь должны приходить атаки с руки. Например, основной эпик снижает КД Флюкса атаками с руки, так что какой-никакой атак спид у вас должен быть. Синий талант увеличивает весь сходящий урон по цели Флюкса и рукой и магии, что также намекает на редклик. В общем, это гибридный билд на выживаемость и лобовую драку, а еще раннюю игру. Айтембилды на любого арка могут быть супер разными, я могу только предположить их основу. Ну, допустим, Мидас нужен скорее всего вообще везде, Молнии, думаю, тоже. В конкретном билде Флюксов, думаю, отлично будет смотреться Саша Кая, потому что усиляет и реген, и выживаемость, и урон. Скади, как способ и пожить, и побить рукой. Глыбнир, как апмолнии. И может быть догон с каким-то радиком, если вы играете через магию. Ну и условная бабочка или арчит, если вы хотите бить рукой. Но, повторюсь, арку можно купить что угодно, и это скорее всего будет работать. Так что, возможно, будут популярны совсем другие айтемы. Идем дальше. Поле, вторая способность. И в целом это второй, более-менее простой билд, но посложнее флюксов. Поле, очевидная редлик сборка. Легендарный талант делает способность, направленной только на союзника. То есть, поле больше не ставится на пол. Можно только на себя или на клона. Поле будет перемещаться за целью. Пока вы или ваш ультимейт находитесь под действием поля, вам доступна новая билка. Вот такая. Это короткая неуязвимость, блинк и призыв иллюзии. То есть, вы нажимаете, пропадаете с карты на полсекунды, и появляетесь в нужной точке вместе с иллюзией, на которой тоже висит поле. Кулдауна этой штуки 5 секунд, и сможете нажать дважды за действием поля. Это кайтищий билд. Вам дается по факту Доппельгангер Фантом Лансера с кулдауном 5 секунд. Плюс спавнятся иллюзии, которые дамажат магией от поля. Плюс ваш ультимейт может прыгать вместе с вами и делать еще больше хаоса. А может сжать свое поле в вас, после окончания вашего поля. Таким образом вы сможете прыгать еще 2 раза. Урона в этом билде не так много, разве что синий на так спит и урон, ну и эпик, который накапливает весь нанесенный урон под полем, и потом наносит его за одну атаку. Все остальное это выживаемость. Диспел, линкаст, ац, резистанс. Вас очень трудно трогать. Урон здесь будет набираться предметами. Это конечно же все еще молнии и медас. Можно купить ПТ. Дальше думаю в этом билде будет хорошо смотреться диффузал. Просто как урон иллюзия. Можно конечно же брать манту. Все-таки иллюзии все еще бьют магией, хоть и занерфленный. Молнией будет апаться здесь в мьолдер, почти уверен. А в оставшиеся салты может пойти Бабочка, Скади, очень хорошо смотрится Акторин. С ним вы сможете прыгать постоянно, почти без кулдауна на поле. Ну и дейдалус и лмкб. Как просто куча урона для вас и вашей иллюзии. А еще я пробовал бы Аганим. Он очень сильно апает возможность бить рукой под полем. А вы знаете ли, все время под полем. Третий билд Спарки. Здесь уже начинается пианино. Наверное это кстати самый требовательный к прожатью кнопок билд. Это полностью магическая сборка. В отличии от флюксов, это дистанционный билд, который скорее должен драться на расстоянии, а не идти в лобовую. Легендарный тлант дает новую способность. Она работает по-разному, для вас и для ультимейта. В обоих случаях это каст, который длится 2,5 секунды. У героя за время каста создаются 8 спарков в случайных точках выбранной области. А у ульты за время каста активируются 8 спарков и запускаются в указанную область, где они взрываются и наносят урон в луе. Короче, простым языком. Герой делает спарки, а ульта их активирует. На самом деле, ваш ультимейт может прекрасно работать и без оригинала. Во время каста легендарная билдка ищет любые раскиданные спарки в радиусе 2000 от копии и взрывает их. Другими словами, вы могли заранее наспамить спарки без легендарки на основном героя. А ультимейт с легендарным талантом просто их активирует. Эти две способности можно нажать одновременно, только на героя чуть пораньше. Тогда оригинал будет делать спарки, а ультимейт сразу их запускать. Если каст не собьют и противник не задоджит область, скорее всего вы его убьете. Это прям супер много урона. Весь билд построен на спаме с парками. Например, основной эпик в целом повторяет аганим из доты. Когда спарк достигает цели, может образоваться новый спарк. А урон спарков синим талантом, нетипичный для дота 1х6, увеличивается от неоснового атрибута, от интеллекта. Думаю, арк в целом по лору сойдет за интеллектуала, а предметы в билде явно будут циклоном именно в интеллект. Эзериал, Хекс, Аркейн, Блинк, Юл – все это классные айтемы в таком билде. Основой билда, думаю, кстати, может стать апнутая линза. Она будет пробовать дважды и с вас, и с ультимейта, так что урона будет супер много, за счет интеллекта у вас еще и много маны. Ну и также, конечно же, акторин, просто для еще большего спама с киллами. Ну и остался ультимейт. Билд особенный и требующий хорошего понимания, что происходит в игре. Это, можно сказать, скорее макро-билд, чем нежели просто правильный набор айтемов и талантов. Легендарный талант делает вашего клона бесконечным. Теперь он существует всегда, пока не умрет. Предметы клона будут передаваться сразу же после появления в вашем рюкзаке. Причем без кулдауна бэкпака. То есть вы можете приложить предмет из бэкпака и сразу же нажать его на клоне. То есть по факту у вас 9 слотов, если вы, конечно, хорошо все жмете. Вам и клону дается новая билка, которая телепортирует вас друг к другу. Напоминаю, что клон не может атаковать и использовать скиллы и предметы далеко от вас. Но он все еще может бегать по карте, и вы можете прилетать к нему в нужный момент. Ну и последняя часть легендарки. Когда вражеский герой погибает рядом с вами или от вас, весь урон клона увеличивается на 2%, вплоть до 30%. После чего клон получает халявный октарин, то есть 30% кулдауна редакшена. В общем, ищите драки и иллюзии, прилетаете в драки с помощью легендарки, получаете стаки, клон будет суперсильным к лейту. Плейте у вас легко может быть условный догон с кулдауном 5 секунд, ну и прочие твилисти. Это сложный билд, и вам придется попотеть, чтобы найти себе место в игре. Ведь никакой моментальной силы легендарка вам по факту не дает, только бесконечную иллюзию. Таланты здесь поощряют вас и за атаки, и за касс скиллов. Например, синий талант делает так, что когда вы кастуете скил или айтем с шансом 80%, вы совершаете автоматическую атаку по ближайшему герою, как аганим гирокоптера. А скажем, один из эпиков откатывает ваши айтемы, когда клон кастует скил или айтемы. Ну или основной эпик дает вам новую обилку. Она будет вас бафать случайным образом, отсылка к старому аганиму, который руна делал. Здесь есть увеличение урона скиллов, то есть отсылка на аркейн, атак спида, как дд, щиток, ну как щиток из доты, и мус спид, как хаста. В общем, чем больше вы жмете кнопок, тем лучше работают все ваши атланты. Айтем билл здесь для меня полностью непредсказуем. Это может быть и физика, и магия. Для физики все равно нужны будут активные айтемы, например, пика, арчит, абисол, кстати, под которые есть каст рейндж с эпика, клыбнир, конечно же. Магия может быть через быстрый догонный эзериал, ну и просто бесконечный кайт с юлом, кримсоном, аркин, блинком. В общем, этот билд это чистая импровизация, все на что хватит вашей фантазии. Ну вот вроде и все. Арк уже есть в игре, но доступен только подписчикам дот 1х6+. Разблокируется он для всех игроков, когда выйдет следующий герой. Это, кстати, означает, что сегодня, в день выхода арка, разблокируется прошлый герой Пангольер. Напоминаю, что подписку можно получить халявно в моем телеграме, там розыгрыш, ссылка будет в описании. Ну а также подписку можно купить всего с 295 рублей, прямо внутри игры. Помимо доступа к новым героям, она дает возможность прокачивать уровни героев, получая фразы, получать статистику урона во время игры, глобальные винрейты всех билдов, возможность купить кристаллы бесконечно, в общем, крайне выгодное финансовое вложение. Ну, жду ваших комментариев по поводу арка. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok